В легкоатлетическом манеже ЛГПУ имени Ульянова прошли соревнования детской лиги дзюдо Приволжского дивизиона. В наш регион съехались команды юношей до 15 лет со всего федерального округа для того, чтобы побороться за звание Триумфа Энерджи. Во втором этапе гран-при Поволжской лиги Кубка Симбирской Триумфа Энерджи, кроме участников из Приволжского федерального округа, также соревновались спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования посвятили нашему земляку, герою Российской Федерации Дмитрию Разумовскому, подвиг которого хорошо известен во всей стране. Вчера были соревнования командные Триумфа Энерджи. Мы все выиграли, наша команда, три спадки. В общем зачете наша команда стала вторыми, была, по-моему, седьмыми или пятыми, не помню точно. Турнир проходит по нескольким весовым категориям в командных зачетах. Юные спортсмены, приехавшие из соседнего Саранска, в дзюдо уже порядка 4-5 лет. Этот вид спорта стал для парней в хорошем смысле болезнью. Каждый из них стремится и мечтает стать олимпийским чемпионом. Почему выбрали именно дзюдо? Чем вам нравится этот вид спорта? Ну, сильный вид спорта, броски ходят. Он развивает силу. Развивает силу, красивые броски. С первого класса нас позвал тренер на дзюдо. Но я как в первый раз попробовала, не отказался. Это как болезнь. Просто в первом классе в школу пришли, я записался, понравилось дальше. Я тоже в школу пошел, когда в первый класс я записался, увидела объявление, и мне понравилось. Сила и техника бросков. Я занимаюсь дзюдо, потому что хочу стать сильным, чтобы прославиться на всю Россию. Успех победы во многом зависит от тренерских тактик и идущей схватки. Каждую команду участников сопровождали их наставники и группа поддержки. По словам исполняющего директора Федерации дзюдо Ленара Басырова, в соревнованиях приняли участие достаточно много ульяновских спортсменов, представляющих различные школы дзюдо. В судействе также много ульяновских ребят. Их подключили в работу для того, чтобы они набирались опыта судейства и на других всероссийских соревнованиях. Турнир также посетил прославленный дзюдоист, олимпийский чемпион, а также посол года детского спорта на территории нашего региона Арсен Галстян. Спортсмен провел мастер-класс для участников соревнований. Увидеть олимпийского чемпиона – это большое счастье и большой заряд энергии вообще. Особенно с Арсеном Галстяном. Это просто человек, энергетика которого передается, я думаю, было 300 человек примерно. И вот она передалась на всех. Даже кто был на балконе, родители просто зарядились этой энергией. Это неописуемо. Сам Галстян остался доволен мастер-классом. Он отметил, что большинство спортсменов имеют хорошую спортивную подготовку. Когда мы проводим какие-то мастер-классы, они вдохновляют нас еще больше делать, потому что мы видим, как они радуются, мы видим, как они загораются. И мы понимаем, что мы делаем большое дело, мы даем им толчок, хоть и эмоционально. Это необходимо для молодых ребят. Как отметил министр спорта Рамиль Егоров, для нашего региона большая честь, что олимпийский чемпион одобрил приглашение для участия в спортивных мероприятиях области. Это большой интерес, большой авторитет в мире дзюдо, да и в мире спорта. Поэтому, я еще раз говорю, что мы создаем максимальные условия для занятий дзюдо. Мы видим, как спорт популярный, как он развивается. И такими шагами, я думаю, после приезда Арсена и после проведения таких мероприятий, где участвуют порядка 300 человек со всех регионов Российской Федерации, мы будем развивать дальше в таком же направлении. Напомню, 2021 год на территории нашей области объявлен годом детского спорта. В течение этого периода региональным Минспортом поставлена задача в проведении как можно большего числа мастер-классов, турниров и соревнований с именитыми и прославленными спортсменами нашей страны. Антон Нікенев и Данил Сурков, Улправда ТВ.